О работе хакеров из анонимного интернационала Игорь Севрюгин. Да, Миша, добрый вечер. 40 тысяч сообщений были выкачаны предположительно с телефона Тимура Прокопенко. Их подлинность сам Прокопенко не подтверждает. И сразу оговорюсь, что пока подлинность переписки подтвердил только гендиректор медиахолдинга РБК. Но об этом чуть позже. Так кто же такой Тимур Прокопенко? И почему именно его сначала почта, а затем сообщения привлекли внимание анонимных интернационалов? Выкачанные сообщения охватывают период с лета 2011 года по осень 2014. В тот период Прокопенко был сначала депутатом шестого созыва, но полномочия сложил досрочно и перешел в феврале 2012 на работу в управлении внутренней политики администрации президента. В качестве замначальника до декабря 2014 года занимался молодежной информационной политикой и затем стал курировать федеральные выборы. Если верить опубликованным смс-сообщениям, то Прокопенко пытался влиять на информационную политику ряда СМИ. Так из этой переписки становится ясно, что чиновник обращается за советом к Дмитрию Киселеву, сам телеведущий и всегда жданный гость в аппарате президента. С руководством телеканала Life News Прокопенко вообще на короткие ноги, а вот Сергея Даренко Прокопенко просит поддержать мем аккуратные санкции. На что Даренко отвечает коротко. Понял. 7 августа 2014 года, то есть в день этой самой переписки, у Даренко на радиостанции «Говорит Москва» выходит программа, где он говорит о санкциях. Гендиректор РБК Николай Миролюб не раз встречался с куратором внутренней политики Вячеславом Володиным и Тимуром Прокопенко. Они пытались корректировать редакционную политику РБК. Чиновник просил поддержать мероприятие близкого к Кремлю политолога Константина Костина. А также обращал внимание Малибога на материалы медиахолдинга, посвященные акциям за федерализацию Сибири и полупустой колонне российского гуманитарного конвоя. Осенью 2014 года Прокопенко получил поручение от неизвестного разобраться с расследованием пророссийских солдат в Украине. Там РБК сегодня отличилась со статьей про военных на Украине. Нужна ваша воспитательная беседа. Дай ссылку, пожалуйста, я ее обязательно проведу. На все вышеперечисленное Малибог отреагировал тем, что попросил чиновника общаться без давления. Гендиректор РБК отмечает в своих СМС, что слишком много давят на редакцию, на то, что обижаются и называют в редакции Николая Малибога душителем свободы слова. После того, как эта переписка появилась в сети, руководитель медиахолдинга отреагировал у себя в Фейсбуке, где подтвердил факт этой самой переписки. Да, я активно общаюсь и встречаюсь с чиновниками администрации президента и многими другими представителями государства. Да, я общаюсь с государством по поводу нашего контента. И более того, мне кажется, это нормальным. Потому что я искренне считаю, что в нашей стране много плохого происходит потому, что мы мало разговариваем и не пытаемся слушать и услышать друг друга. Особо частыми были переписки с депутатами Ириной Яровой и Ольгой Баталиной. В частности, если верить опубликованным СМС, то Баталина и Прокопенко пристально следили за марафоном «Дождя любить Родину». В случае, если будет недовольство или иски, то Прокопенко обещает, что партии будут активно поддерживать тех, кто обратится. Особенно любопытен диалог между Прокопенко и Баталиной, где они обсуждают неуважение к Дмитрию Медведеву в рядах его собственной партии. Баталина пишет, цитата из опубликованного, «У партии нет лидера Медведева, это факт, но делать вид по-прежнему надо». В опубликованной переписке говорится якобы о том, что Прокопенко отдавал депутатам из «Единой России» распоряжение, какие заявления и когда делать. Им и его командой организовывались эфиры на федеральных каналах и публикации в СМИ. Иногда тексты передавались через помощника, выходца из пресс-службы МВД Павла Климовского, который отбирал нужных спикеров. И вот как выглядела эта переписка. Киевская хунта пошла по сценарию Хатыни. Те, кто поддерживает их курс, помогают преступникам и террористам. То, что происходит карательная операция против мирных жителей, не щадят ни стариков, ни детей, расстреляли живую цепь, заживо сжигают людей. Те, кто призывал из России поддерживать Киев, пусть несут ответственность. Навальный, Собчак, Пономарев, Гудков и другие. Паш, сделай сегодня пару человек по этим тезисам, чтобы в агентстве вышло. 4 мая, то есть через несколько часов после этой переписки на многих ресурсах одна за другой выходят статьи, где упоминаются эти самые тезисы. В Госдуме депутат Яровая батально заявляет, что поддерживающие киевскую власть политики, будь то украинские, российские или европейские, должны разделить с ней ответственность за гибель мирных граждан. В частности, батально заявляет, что мирных жителей давят БТРами, расстреливают в живых цепях около своих домов, заживо сжигают и пытают. В речи депутата Яровой слышны все те же тезисы, она в этот день комментирует одесскую трагедию, цитата, «Киевская хунта не только не способна защитить их от фашистских действий радикалов из правого сектора, который, напомню, запрещен в России, но и фактически руководит их действиями для устрашения сторонников федерализации», конец цитаты. А политолог Сергей Марков заявляет, цитата, «американцы не только управляют террором на Украине, но и просят российскую оппозицию в лице Навального, Собчак, Пономарева, Гудкова и других поддержать его», конец цитаты. Судя по опубликованной переписке, особыми были отношения и с Роскомнадзором. Если верить СМС, то Тимур Прокопенко держал постоянную связь с главой Роскомнадзора Александром Жаровым и его заместителем Максимом Ксензовым. Прокопенко указывает на возможные нарушения. Роскомнадзор тут же реагирует. «У меня есть все основания блокировать русскоязычный сайт BBC, но шума будет на весь мир». «Угу, помню, что там Russia Today может пострадать». «Поговорил с BBC, пригрозил, написал письмо грозное, обещали исправиться». Дружба звезд администрации президента дела очевидна, не исключение и бывшие КВНщики. Актер Михаил Голустян, если верить переписке, дружит с Тимуром Прокопенко. Чиновник помогает пиарить фильмы, публикуя положительные рецензии на них. Однажды Голустян попросил разобраться с сайтом «Кинопоиск», который после покупки Яндексом блокировал положительные рецензии о фильмах с участием Голустяна. Прокопенко отчитался перед Голустяном о начале атаки на Яндекс. Она, как считается, связана с финансированием фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В итоге ситуация, благодаря вмешательству чиновнику, разрешилась. Привет, «Кинопоиск» возблокировали? Да, вроде. Люди пишут. Спасибо. Как в целом фильм идет? Нормально по сборам? По сборам очень плохо, но отзывы очень хорошие. Люди хвалят. То-то прочухали, что скандал развивается, и, видимо, позвонили в «Кинопоиск» с вопросом, что за ***. Вот и все. Мы с Яндексом сейчас дружим. Они очень внимательны к нам. Обращайся. Ну, к слову, из-за «Кинопоиска» потеряли 1 миллион долларов. По данным опубликованной переписки, Михаил Глустян в долгу не остался. Он поучаствовал в акции в ГУМе, где презентовались майки с портретом Путина. Также в своем блоге он опубликовал текст, видимо, написанный командой Прокопенко, про малазийский «Боинг» и про то, как украинский народ отставили на Майдане. Так что, Миш, как видим, все эти события, заявления были далеко не случайными. Опять-таки, если верить опубликованным данным. Игорь Севрюгин о разоблачениях анонимного интернационала.